Одесские астрономы своими руками создали уникальный телескоп. С его помощью уже удалось открыть несколько неизвестных ранее астероидов. Что интересно, с помощью такого телескопа можно передавать данные Европейским космическим агентствам. Около семи лет понадобилось специалистам на создание телескопа. Любопытно, что система агрегата полностью автоматизирована. Телескоп-автомат. В отличие от других телескопов, когда наблюдатель должен был находиться рядом возле телескопа во время наблюдения, вы сами видите, что наблюдатель находится там, за столом и за компьютером. И больше ничего не требуется. Поскольку у нас есть интернет достаточно скоростной, то любой человек на земном шаре, если он знаком с нашим программным обеспечением, он имеет возможность подключиться к работе на этом телескопе. Наблюдать за космическими объектами телескоп способен только по ночам. Для того, чтобы изображение получилось четким, на улице не должно быть ни тумана, ни дождя. Чтобы начать процесс наблюдения, астрономы вводят координаты объекта, затем крыша над агрегатом сдвигается, и телескоп направляется в необходимое положение. С помощью зеркала на главный фокус телескопа собирается необходимое количество света. Затем он проходит через линзу, и на специальной камере строится изображение необходимого для изучения объекта, и отправляется в компьютер. Оцифрованный сигнал снимается с этой камеры и подается на компьютер. И там же происходит его обработка предварительная, то есть происходит сбор информации об объекте. Снимок, как правило, содержит несколько тысяч объектов. Звезд или несколько искусственных спутников Земли, вот как на этом снимке. Видите, это изображение спутников. Этот телескоп самый большой на материковой Украине. Его уникальность в том, что его создавали в самой обсерватории. Его буквально по частицам собирали местные инженеры. С помощью телескопа можно наблюдать как за естественными телами Солнечной системы, астероидами, звездами, кометами, так и за спутниками нашей планеты. Телескоп, объясняют астрономы, создан для выполнения сразу нескольких основных задач. Сейчас наблюдение космического мусора, поиск, каталогизация – это актуальная задача. Почему? Потому что космического мусора скопилось сейчас таких объектов, которые мы называем космический мусор, свыше 25 тысяч. И такое большое количество уже может представлять опасность для новых запусков космических аппаратов. Ну и вторая задача – это наблюдение, это классическая задача астрономии, наблюдение небесных тел. Сегодня телескопом пользуются не только астрономы, но и студенты. Чтобы увидеть уникальный агрегат, в маяке съезжаются сотни будущих специалистов со всей Украины. Ну а сами астрономы ждут ясного весеннего неба. Тогда и работа закипит. Нарина Щеглова, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер».